добрый день мои дорогие подписчики и гости канала с вами даша мулярова на моем канале жизнь без дублей сегодня у нас очередной час в саду хотя на самом деле на планировано так много что боюсь за час мы не уложимся ну посмотрим будем сегодня делать центральный розарий я еще в марте заказала розы сейчас вам покажу сюжет где чего как заказала сегодня на улице солнце сейчас надо нанести солнцезащитный крем я ведь так можно сказать по пляжному практически оделась потому что заодно буду загорать вот купила розы они ко мне пришли и сегодня эти розы будем высаживать в центральный розарий ну хотим сделать розарий у нас такой центральный цветник я много раз уже говорила что он меня не устраивает и вот будем его сегодня и переделывать так что все покажу расскажу будем использовать геотекстиль будем делать так чтобы сорняк там не рос никакой вот в общем будем делать полу может сегодня супер мега как-то правильно но так как вот вот так как я считаю нужным посмотрим что из этого получится вот так что не забываем наносить крем солнцезащитный и еще у меня есть вот такая прекрасная панама потому что потому что солнце смотрите какое сегодня небо потрясающее ну а я тут пока в ванной нахожусь а вот вспомнила не видите фикус тут растет вот такой аля бонсай ну это не совсем бонсай потому что он привит на вот этот ствол ну вот вам заодно раз уж мы тут находимся хочу знать что показать вот ведь у него молодые приросты идут вот его надо грамотно формировать вообще фикусы такие вот хорошо резать и чтобы не вы видите такие были короткие веточки пушистые вот эти новые приросты я отрезаю вот два листика оставляю и отрезаю можно вообще отрезать два листика оставляю и отрезаем верхушку и тогда вот эта часть утолщается и из вот этих пазух дает еще новые веточки и вот таким образом я тут видите все вот этот обрезаю потому что иначе будут длинные ветки и они испортят внешний вид такого сформированного растения вот новая растет и вообще убираю нам не тут не нужно но хочу вам немножко рассказать концепцию того что мы будем сегодня делать вот у нас так называемый центральный цветник в саду ну который прямо у входа в дом и который меня уже давно не устраивает что-то удивительно что именно до центрального цветника руки-то и не доходили я купила 6 роз на днях он точнее заказал их еще в марте потом уехала в отпуск вот совсем недавно их получила дорогие мои друзья я получил посылку из питомников переченковых не посоветовали мои подписчики я первый раз с этим питомником сказала розы еще в конце марта месяца еще до своего отпуска вот спросила мне прислать попозже и вот хочу открыть и посмотреть в каком виде они доехали как они упакованы очень мы за них переживали потому что сначала собирались деком отправлять там создать не знаете были проблемы какие-то вот у меня тут кстати гортензия как на лесную стали орлов называются я честно скажу вам я даже забыла что я указала крупы на личную гортензию ну вот оказывается заказала смотрите она уже с цветением приехала хорошим таким прям там видно земляным фолом остался только в грунт пересладить чем я завтра и займусь темпице у нее земли на он хорошем состоянии здесь почечки у нее живые отлично выглядит же забыла что заказала гортензию напротив а вот у меня рода посмотрим по спецификации от чего я заказала знать когда в марте месяце закаж ага вот у меня тут смотрите роза абрахам дерби одна костинка вот роза fire king роза мадам бомбастик три штуки и роза айсберг а это мне на гортензию в подарок как комплимент положили вот спасибо большое мария очень приятно и это значит у меня роза какая получается которая одна наверное это абрахам дерби ну-ка давайте развяжем посмотрим что тут у меня да вот видите этикеточка написано да это роза английская пустовая абрахам дерби это я буду сажать все у себя в центральном ритмике вот тоже как выглядит по моем хорошем состоянии но в этом случае не так давно я получила в другом питомника и там у меня был какой-то унис и вот все получается у меня должно быть пять роз они у нас в таком состоянии ну это то что у них росточки желтые потому что они у меня перележали в этом мешке ну пока шли я не веду в общем в таком виде посмотрим какая будет приживаемость во всяком случае роза живая вот давайте развернем посмотрим как у нас развивать себя чувствовать заодно сейчас положу в ведро на ли туда гринлайпа и поставлю их отмахать для того чтобы на днях выпадить в себя условий когда с открытой корневой системой вот эти розы все по 400 рублей кроме мадам бомбастик а нет все по 400 рублей да вот вот смотрите у них видите у всех белые корешки это очень хорошие признаки признаки жизни вот здесь смотрите живые почечки так что я думаю что все будет хорошо спасибо вам за рекомендацию мария перещенкова и спасибо за то что мне все прислала будем выращивать вот смотрите у всех прям живые вот такие корешки компот тоже пришел розы проверить вот я поставила в ведро туда воды налила туда удобрения green life универсальная это фульвы гуминовые кислоты они способствуют ну как стимулятор и оживляющим действием обладают на растения очень хорошо для корневой системы надо еще водички не долить вот и завтра послезавтра я их высажу грунт и сейчас свою красоточку гортензию высажу и эти розы как раз вот сюда и собираемся высаживать у нас на данный момент здесь видите растет бордюр из пире little princess вот она сейчас зацветает скоро это будет прям такой розовый бордюр здесь у меня был выпад потому что голубика росла я досадила в этом году два куста на следующий год они сравняются сейчас она цветет и этот бордюр подстригу он в стриженном виде вообще очень красиво аккуратно смотрится и очень красиво смотрится когда он вот так цветет здесь у меня сидит остильба с неизвестным мне растением это я хочу убрать и сейчас у меня тут растут две гортензии вот это называется акварель вот это здесь у меня видите тюльпаны там нарциссы вон там еще нарциссы и все было присыпано корой и там местами лежит сейчас нетканый материал но я хочу все это передел сейчас я сниму всю эту щепу вот видите там нетканый материал тонкий лежал 6 десятка это неправильно потому что со временем через него все равно сорняк вот начинает прорастать поэтому это я хочу все убрать все расчистить вот это мы выкупаем и застелим все геотекстилем и посадим в определенном порядке сюда розы но поскольку розы еще маленькие и в этом году они будут не очень цвести чтобы украсить эту зону в этом году компотик пришел посмотреть видите смотрит какие-то работы начинаются значит коту нужно вот мы вчера купили георгины 6 штук и собираемся их посадить как раз в это место на то время пока розы будут разрастаться чтобы в этом году в этом цветнике было тоже красиво и все цвело такие георгины посадим они потом все лето цветут у нас они в магазин в саду всего по 260 рублей представляете вот такие вот большие шикарные в большом объеме каждый год их там подкупаю они потом некоторые клубы мне даже сохраняются и потом растут вот смотрите вот так сегодня выглядят эти розы которые буквально несколько дней назад я вам сейчас показывала да были белые ростки потому что они были в коробках при транспортировке вот они у меня стояли я вам показывала в воде с green life так и стоят и вот эти листочки все это в тени стояла за буквально дня 4 они вот все позеленели ведь какие хорошие но не такие клиники конечно будут но тем не менее в общем я считаю хорошем состоянии так что их и будем сейчас сажать в общем в саду такое все уже радостная кожаная достаточно и цветет у нас уже наша аллея пионов который отсекает зону сада от зоны огорода красавцы вот такие пышные или а тут уже набирает бутоны да еще вот хочу сегодня тоже посадить вот здесь у меня под сиренью у меня тут а тюльпаны растут до сейчас степан уже ушли я вот сюда такие высажу это тоже двухлетки веолы и вот такие гвоздички а вот кстати гортензия которые мне прислали с розами же вы видели в этом видео она тоже видите на свету вот такая стала розовенькая тоже у нее почечки вон пошли новенькие просыпаться хлорозит она немножко я ее недавно удобрила поэтому вот у нее новые листики уже хорошие зеленые так начинаю собирать старую мульчу тут замульчирована король лиственницы самое интересное что у меня тут еще растут две такие куртинки тюльпанов я их два года не выкапывала сейчас мы выкупаем они в сетках растут и увидите как они в сетках разрастаются то есть можно посмотреть что-то происходит с тюльпанами когда мук не выкапывает покрасить эти тюльпаны разгребу вот и тоже потом подсажу их сделаю дырки в геотекстиле и высажу местами тюльпаны чтобы ранней весной до роз пока присыпаются розы у нас сначала были тут первоцветы то есть мульча достаточно много но тем не менее все равно через нее солью прорастает потому что слой должен быть 15 сантиметров чтоб не росло тут конечно такого слой все равно нету поэтому нужно класть геотекстиль вниз знаете я тоже прохожу путь сюда вот собираем собираем да знаете когда так рассыпано по цветнику даже и не подумаешь и и стойко поясница на самом деле и уже который день без остановки что-то дело поясница уже говорит мне надо быть поаккуратней да главное знаете все делать вовремя в аптечке есть вольтарен вольтарен помогает облегчать боль мышцах на весь день и обладает приятным охлаждающим действием давай Давай, наверное, все-таки пересадим в гоктейль. Потом приставь мне ее выкатку, сюда зайти не надо будет. Ну вот эта маленькая, она большая, давай ее вот сюда посадим. Она на солнечном месте. Вот так вот, да, растет и это будет расти. Давай ее посадим или вот там, где твоя арбуза растет. Нет, и там мокрая очень. Мокрая? Угу. Это очень большая, красивая. Так она вот именно, но все перебьет. Дело в том, что она не перебьет, потому что она цветет, когда как куру уже уходится вот эта красота ее. Мы встанем, кто-то посмотрит, что там будет. Вот такая курка вся меняет тут уже. Ну она к осени, понимаешь, меняется. Куст? Нет, вот этот же куст тоже большая, дартензия. Ты помнишь, осенью вырастают? Ну, вот так. Они будут вместе большие осенью. И все. Потому что весной, в начале лета она весь маленькая. Вот это вообще мое единственное место. Например, тянет куда-то. Где у меня доступ? Я постоянно хожу, топчусь. Вот пошел отсюда. Сначала все заросло. Теперь отсюда покажу. Давай здесь бэк-тенки посадим. Где это? Доступ. Ладно, хорошо, сейчас придумаем еще что-то. Я выбирать купи не стал. Хорошо, сейчас придумаю. Ну, давай тогда, может быть, вот сюда поставим. Только надо тогда эту горку разбирать. Вот еще, блин, работая. Я эти зонки себе разберу. Все, четко будет. Вот так вот. Решили один цветник переделать. В результате сейчас перепахаем. Да, если участвует. Ну, хорошо. Тогда разбираем горку. Ну, вот эти камни. Там поддон с деревянными внизу. Его убираем. Стелим геотекстиль. В середине дырка сажаем эту ванилу в прайс. Это будет большой пункт носок. Ну, тут отличный. И вокруг я вот так камнями выложу. И кашпо поставим. Ну, и завтра. И заодно эту елку поставить. Да. Что мы хотим. Ну, это по единственному. Я не знаю, как она горка будет перемедли, потому что потенце отдавало. Ну, посмотрим, как можно будет помешивать. Еще, конечно, будет хорошо картина. Так же, как мы вон там на цемент кропили. Полосом какой-то. Нельзя же кропить на цементе. Ну, это теперь дают цементу заплатить. Ну, потом. Вышли розыку сами. Сейчас сначала. Сначала. Надо освободить это место. Правильно. Потому что они уже... Да. Они на самом деле не сменили. Да. Поставим нормально. Все в облакировке. Культурно. И будет хорошо смотреться. Да. Ладно. Приступаем к процессу. Смотрите, как много там было коры, а так и не подумаешь. Мы решили эту кору там не использовать. Потому что она с землей. И в землю могут засеяться всякие сорняки, одуванчики. И весь наш труд с геотекстилем пойдет на смарку. Видите, она в смеси с землей, эта кора. Поэтому вот здесь я на днях делала этот цветник. Мы сейчас часть вот сюда набросаем. И часть вот в ту сторону. В общем, вот в этот цветник достаточно большим слоем. Я думаю, что будет нормально. Вот здесь разложили. У нас там, видите, прикрыто тоже. Я пока не придумала, как это исправить. В общем, у нас там канавка. Вот так прикрыто, чтобы не наступить в нее. Знаешь, Валера, с другой стороны, я думаю, вот эту хосту мы же выкапывать будем. Я, знаешь, хотела тоже ее поделить. И вот, может быть, половину ее вон туда посадить, чтобы там вокруг трава не росла, чтобы вот как вот там зарастало все. А половину в тот цветник, где мы делаем. И тогда вот это мы высыпаем вот сюда. Да. Да, давай. В общем, начинаешь сажать розы, понимаешь, и перепагиваешь по итогам весь участок. Я говорю, сегодня точно часом все это не ограничиться. Могу весь день этим ковыряться с утра до вечера. Зато в результате будет уже ближе к тому, что нам хочется. Вообще, мой муж, конечно, святой человек. Он, видите, как помогает мне. И вообще даже не помогает. Он с удовольствием в этом во всем участвует. И я ему очень благодарна и признательна. Это, конечно, замечательно. Когда твое увлечение разделяет твой супруг. И оно является и его увлечением тоже. Правда? С удовольствием вам панораму сада показываю. Так красиво все у меня цветет. Жалко, что у нас такое лето короткое. Правда? У меня, видите, тут колокольчик вырос сам по себе. А я его не стала выпалывать. Ну, пусть поцветет, потом срежу. И выкапываем большую косту. Я вам все время говорю, что косты надо не бояться. Делить, выкапывать. И можно это делать в любое время года. Ничего с ними не произойдет. У нее какой большой земляной ком. При этом она так разрослась буквально за два года. Это гигантская коста. Она потом в диаметре до полутора метров вырастает. Я ее все время делю. Ну все, теперь нужно ее девять. Так, слушай, пополам будем. Вот отсюда девять. Не вот так вот. Мы ее поделим и посадим половину здесь, а половину в тот цветник, который мы переделываем большой. Подержим. Получилось две хвосты, а можно сделать десять. Вот так вот. Корень не поделим. Да, они обычно очень хорошо простут. У вас тут. Так, теперь вот одну сажаем туда. Туда. Вот там, где видишь такое место. Пустое. Ну там вырыть нам. Вот даже если у нее вот такую штучку посадить, видите, с двумя корешками, вот из этого через пару лет будет большая хостка. Поэтому хосты прям не бойтесь. Делитесь им даже полезными. Вы имея одну хосту, через несколько лет можете получить аллею хост. Видите, какая там корневая система. Сейчас поедет на свое местечко. Вот в этом месте три года назад я также поделила хосты и вот видите две растут. Вот одна слева, вторая справа от дельфиниума. И вот как раз очень хорошо получается, что у меня здесь они все закрывают и сорняки не растут и такое зеленое место получается. И как раз вот сейчас на то место, где мы выкопали хосту, мы посадим вот этот хустик. Он такой небольшой по высоте, не будет мешать голубики. А в это место мы как раз переместим вторую половину хосту. Смотрите, я выкопала нарциссы, которые, помните, мы с вами хосту завязывали. Вот они у меня такие хорошенькие. Как раз их можно будет поделить, когда они подсохнут. И они на следующий год разрастутся и их будет еще больше. Вот они, видите, уже делятся. Я также прям с хостами и складываю ящичек. Здесь у меня уже, видите, два вида тюльпанов. Я выкопала вот тоже интересно. Это я сажала три года назад по 35 луковиц в одну штуку. Крупных вот таких, понимаете. Куда они делись, я не знаю. Накопала в основном вот такой мелочи, то, что они поделились. Вот это все сейчас положу вот у нас под крыльцом. Сейчас вам покажу. Там у меня хранится спонбон, которым я укрываю. И туда же все это в тенек сложу. И у меня там это будет до осени стоять. А осенью я потом уже это высажу заново. Надо еще немножко поискать тут тюльпы, эти нарциссы. Вот еще одну нашла. Это какая-то, кстати, съеденная кем-то плохая. Вот. Ну, в общем, все уже рассажу по-другому. Сейчас еще подкопаю. Луковицы выбрала. Еще у меня одни тюльпаны растут. Здесь у нас уже сидит хоста. И сюда мы уже пересадили остильбу с щипком. С неизвестным растением. Оно просто было на участке. Поэтому не знаю, что это за растение. Может, вы мне подскажете. Видите, я здесь тоже застелила геотекстиль. Вот примыкающий к голубике. Закрепила его металлическими шпильками в землю. Вот. И сейчас мы сюда насыпем немного в декоративных целях. Свежие щипы, которые мы купили. Специально сюда, опять же, не буду на геотекстиль сыпать вот это с землей смешанное. Потому что сюда уже могут сеяться сорняки. Вот. Так как у меня основной цветник там не застелен, то это мы туда сейчас сделаем. Вот. А сюда засыпаем частично щипу. Так вот насыпали. Распределяю. Здесь уже может быть тоненький слой, просто который такой в чисто декоративных целях. с серпанчиками. Вот еще один мешочек. Решила поставить в свой садовый домик. Там у меня есть нижние полочки, там, в общем-то, тенечки. А потом и порешила. Уже жарко так. Вообще сил нет на пуке. Это не все заниматься. Сейчас покажу, что у нас уже. А здесь хоста. Все выкопано. Осталось выкопать гортензии. И вот это водосбор или как это называется. Отвелики. Вспомнила. Валера стала разбирать глотку, что совершенно не с утра не планировалось. Но планировалось заранее. Так что, в принципе, это тоже очень хорошо, что мы это сделаем. И здесь мы уже закончили. Получился вот такой вот внешний вид у этого места. Ну, в общем, мой внутренний перфекционист практически радуется. Потому что у меня, видите, все прочищено. Сорняков тут нету. Все укрыто, застелено. В общем, культурно. Здесь у меня бадан. А тут бадан разрастается. Это у соседей собачка бывает. Привет! Самое главное, что голубика моя вообще, видите, чувствует себя свободно. Просто царица-королевна. И даже когда этот хвост разрастется, она все равно до голубики не дойдет. Прекрасно, в общем, получилось, я думаю. Но дело замаловано. Вроде уже, знаете, столько сделано, а на самом деле еще... Друзья мои, ну у нас произошло историческое событие. Наконец-то разобрана куча плетника. Что мне только мне писали про него в комментариях. Что это у нас строительный мусор лежит там и так далее. Мы в свое время его купили, ну не в свое время, а 4 года назад, когда сюда только переехали, мы купили этот плетняк для того, чтобы цоколь дома им сделать. Ну, собственно, мы это и сделали. Ну, купили тогда целую палету, чтобы его можно было где-то в декоре использовать, может быть, на дорожках. Вот, и вот эта палета, вот она как раз у нас на цоколе. Ну, и с другой стороны дома тоже. Вот видите, здесь у меня сделаны ей дорожки тоже на геотекстиле он лежит. Этот плетняк. Ну, а это у нас лишнее оставалось. Мы никак не знали, куда это девать. Ну, думали, со временем тоже какой-то цветник сделаем. Вот, кстати, у нас вот здесь в центре, который цветник, он тоже с этим плетником. Ну, кто давно на канале видел, у нас был выпуск, как мы с мужем делали вот эту горку центральную. И здесь на цемент его клали, имитируя карельские горы всякие. Вот, ну, нам нравится, что в итоге получилось. Здесь вот у нас сейчас проветривается колодец септика, а так вообще там деревянная решетка красивая лежит. Вот эта корзина обычно стоит, все закрыто и красиво. Вот. Ну, и наконец-то мы разобрали эту гору. Сейчас все-таки переместим сюда те две гортензии. Вот эта ванила фрайс у меня большая и поменьше рядом со стильбой акварель. А стильбу переместим, посадим новую ель, глобозу на штампе, которую мы недавно купили. Ну и, в общем, сделаем все то, что откладывали уже несколько лет. Ну, как откладывали, потому что занимались другими делами. И я тоже здесь положу геотекстиль. Сейчас мы подсыпем грунт для гортензии. В общем, сейчас все это сделаем и вам покажу результат. И это как раз то, что мы совершенно не планировали сегодня делать. Но по итогам делаем. И это, конечно, очень здорово. Знаете, все-таки вот бывают энергетические какие-то дни, когда ты вот можешь за один день сделать столько, сколько ты до этого не мог сделать, не знаю, за месяц, например. Вот. Сейчас разговариваю и увидела, я, по-моему, вам не показывала, у меня взошли арбузы. В таких вот бочонках они у меня. Ну, я говорю, я не знаю, вырастут они или не вырастут. Скорее всего, наверное, нет. Но у них очень красивая будет зелень. Мне нравится. Они будут виться по этому запору. В прошлом году у меня так было. Был маленький арбузик. Ну, посмотрим. Все равно интересно. Экспериментальное садоводство рулит. Пересаживаем ванилу фрайс. Она у меня уже третий год. И это будет ее третье место в нашем саду. Такая гортензия нелегкой судьбы. Мы готовили яму. Я ее заправила туда кислым торфом и черноземом из пакетов. Все это перемешала. Внизу сделала керамзит. Все сейчас присыплю. А потом сверху геотекстиль засыплю. В общем, надеемся, что ей понравится на этом месте. У нас уже две гортензии тут. И ванила фрайс, и акварель. Мы подготовили яму. Тоже вниз насыпали керамзит. Керамзит сверху, грунт для хвойных. И сейчас будем пересаживать сюда нашу ель. Валера ее принес, нашу красотку. Все, что ты посадил, стопроцентно прижилось у нас. У тебя легкая рука. Где у нее больше листовый стой с другой стороны? Не знаю, по-моему, равномерно. А будешь расправлять порт? Нет, не буду. Ну, вот так-то мне. Да. Ну, все, сейчас подцепим вокруг грунта и все. Красота какая. Ну, надо как бы угадать, где она должна быть. Ну, конечно, что тут. Вот там. Вот здесь поменьше. Юха на где, там? Да, вот там. Нашла, так и росла. Все. Все подцепаем. Держи. Ага. Ну, я буду подцепать. Он же еще ее замучирует, надо. Хочу вам показать принцип, как я укладываю. Не знаю, правильно это или неправильно, но вот делаю так. Значит, геотекстиль у нас двухсотка. И это именно не спонгон, а геотекстиль. Он бывает белого, серого и вот черного цвета. Ну, для земли логично, конечно, черного. Все, что тоньше, потом со временем прогнивает. Вот это именно используется для таких целей. Вот мы нарезали скобы из проволоки. Я, в принципе, вам ее раньше показывала. Мы ее на металлобазе покупали метражом. Она у нас продается. Сейчас подальше покажем вам, как выглядит ромон. Вот. Мерлер мне ее нарезал. И я вот этими скобами прижимаю вокруг растения, чтобы свет не проникал и ничего не лезло. Ну, и чтобы он никуда не девался. Видите, вокруг растения я вырезала отверстия. Опять же, чтобы потряхлить можно было. Вот. И где-то прижимаю камнями. Вот так. И видите, вот здесь вот по кругу вот так вот выкладываю камни. Потом на геотекстиль мы тоже где-то камни положим, где-то вот этот плетняк, где-то крупные камни. И засыпем щепой и корой. И в результате будет такой культурный вид без сорняков. Однозначно без сорняков, во всяком случае, в ближайшие годы. И растения себя будут комфортно чувствовать. Потому что мы каждому вырыли собственную яму, насыпали его в брун. Ну, в общем, продолжаем. Этот цветник у нас готов. Время, между прочим, уже 4 часа дня. Начали мы в 9 утра. Так вопрос про час в саду. Часом в этот день не обошлось. Тем более, что это мы вообще не планировали. Ну, вот получилось, на мой взгляд, симпатично. У нас еще не так много щепы, поскольку мы только один цветник хотели делать. Мы купили всего два мешка. А это уже третий у нас, да, получается. Ну, мы сделали вот там. Тоже щепу использовали. Ну, соответственно, вот здесь. Поэтому мы пока небольшим слоем разложили. А потом подкупим и добавим. Я вот здесь вот еще посадила черешковую гортензию. С расчетом на то, что когда-нибудь она будет плестись по этой перголе. Давно я такую хотела. Купила у нас в садовом центре. Стоила полторы тысячи. Вот так она должна куда-нибудь свести, плестись по опоре. Ну, не знаю. Вроде я советовалась, говорят, что она в наших краях зимует. Вот, без укрытия. В общем, у меня теперь здесь, видите, такой уголок гортензии. Черешковая, крупнолистная, которую я укрываю большим коробом на зиму. Надеюсь, что она зацветет в этом году. Потом у меня здесь древовидная гортензия. Это Pink Annabelle 2. Она у меня уже третий год. Надеюсь, что у нее сегодня, в этом году сегодня, вот крупные соцветия. Это у меня древовидная, ой, метельчатая панфлора. И вот эти две, которые мы сюда пересадили. В общем, такой уголок гортензий получился. Ну и теперь переходим уже... Кстати, вот, кстати, проволоку я хотела вам показать, да? И вот Валера мне отрезает. Мы делаем из нее шпильки. Переходим к большому цветнику. Здесь уже у нас все подготовлено. Осталось только делать ямки. Сажать в эти ямки розы. Также закрывать геотекстилем. Я уже даже заговариваться начала. И потом, соответственно, класть кору. В общем, еще есть чем заняться нам. Еще пока не темнеет. Но мы уже перешли к посадке роз. Вот уже одно я посадила. Розы я купила разные. Есть три одинаковых и три еще разных. Шесть штук. Вот первую я уже посадила. Это у меня роза Fire King называется. Я здесь себе все выписала. Какого они размера. Ну, чтобы понять, как их сажать, да? Fire King это Франция. И она будет такого, знаете, оранжево-красного цвета. Вот сейчас, конечно... Кстати, у нее бутончик такой зайки. Это невероятно! Малыш, зачем тебе бутончик? Смотрите! Даже жаль ее. Бутончик, наверное, оторгу все-таки. Я заглубляю прививку. Не знаю, кто так сажает. Я все время заглубляю прививку. Следующую розу сажаем вот сюда. Это Абрахам Дерби. Это Остинка, которая непрерывного цветения. И куст будет где-то метр двадцать высотой. Вот это сантиметров восемьдесят. Вот. Потом посадим сюда еще айсберг у меня роза. Айсберг от я подглядываю. Кордесовская роза белая. Она где-то тоже метр-метр пятьдесят. И куст шириной метр получится. У меня вот эта белая роза, вот эта будет белая. Потом у меня несколько штук. Еще роза Мадам Бомбастик. Вот три штуки. Вот там Мадам Бомбастик, они пониже. Ну, в общем, дело за балом. Вот. Я вам хотела, почему сейчас я сделаю включение. Я вот как раз Абрахам Дерби сажаю. И хочу вам пока обратить ваше внимание. Вот смотрите. Здесь у всей розы слепые побеги, так называемые. Слепые побеги, это побеги, которые ничем не заканчиваются. Ну, то есть, вот видите, побег, а как бы дальше почки роста нету. Все. Ку-ку. И вот здесь тоже, вот. Все. Ни листиков, ни бутончика, ничего нету. Вот он, этот побег не заканчивается ничем. Такие побеги нам нужно обрезать для того, чтобы пробудить вот здесь вот почку. Обрезать нужно вот не сверху, потому что мы пробудим почку на тонкой части веточки. У меня уже руки грязные, извините. Вот. То есть, я обрезаю вот в этом месте, где уже потолще веточка. И здесь проснется сильная почка, вот в этом месте. Она выдаст побег, и уже из этого побега будет потом бутон. Вот здесь я поступаю точно так же. То есть, я эти два несчастных, которые у меня есть, побега, оба слепые, обрезаю. Здесь у меня одна ветка обломилась. Я ее прикопаю, может быть, она очеренкуется. И вот здесь вот тоже маленький побег слепой. Вот я обрезала у него уже верхушку вот перед этим листом, чтобы здесь тоже пробудилась почка. Вот. Это важный такой момент. Это не только у тех роз, которые вы высаживаете. А вот давайте я вам на примере вот этой розы покажу. Мне просто задавали такой вопрос в Телеграме. Видите, у нас нормальные побеги, они все заканчиваются либо листьями, либо бутонами. Ну, листьями в том случае, если бутон еще не вышел. Вот здесь, видите, бутон у нас. Здесь тоже бутон. Здесь какая красота. Видите. Я знаете, о чем сейчас говорю? Для того, чтобы посадить эти пять блинок, мы целый день, целый день что-то возим, делаем. Сейчас, наверное, часов шесть. Если я вам скажу, что мы еще не ели, вы испугаетесь. Только пьем воду. Тема держится. Разгрузочный день. Видите, я, кстати, переоделась, потому что комары уже прохладно, кстати, становится. Ой. В общем, вырезаю дырочки для розочек. Представляете, у нас этот геотекстиль, это были остатки. Мы, когда дворик делали, мы там под подиумом покупали рулон, этот геотекстиль. И ровно, ровно. Прям хватило вообще. Вот этот кусок, а еще один вот есть туда. И все. Как так вообще бывает? Вот. И пришпиливаем теперь камнями. В общем, осталось еще чуть-чуть. Знаете, я хоть и радую обычно за то, чтобы не перетруждаться, но иногда бывают такие моменты, когда надо дожать и закончить. Ну, потому что если остановишься, уже потом другие дела затягивают и не доделаешь это. Вот это как раз сегодня наш случай. Все высадили, осталось тут камни положить. Ой, не камни, камни уже положили, я уже заговариваюсь. Осталось положить кору и щепу. Вот такой общий вид. Сейчас уложим и покажу вам, что получится. Еще надо все полить хорошенько. Очень мне нравятся эти георгины. Они прям какие-то, знаете, как светящиеся. Вообще по 240 рублей нам достались. Мы, кстати, забрали последние шесть в нашем садовом магазине. Прямо они всегда так подходят. Сейчас еще спире зацветает. Она же тоже розовым цветет. Все вместе будет великолепно. Ой, встали оба вообще. Я сегодня так замоталась в саду, что забыла вам совсем снять оспаковку и сказать спасибо волшебнице Наталье. Вообще, Наталья, они все такие. Посмотрите, какие чудесные вещички мне прислала моя подписчица Наталья из Калуги. Это вещи ее собственной ручной работы. Вот, смотрите, дерево. Это такие крючки. Ну, можно для полотенец, например, да. Мне кажется, что мне прям на летнюю кухню очень подойдет с редиской крючочек такой. Очень милый. Так прямо, знаете, в таком винтажном стиле сделано. В общем, как я люблю. И второй подарок такой домик с гортензиями. Тоже такая подставочка. Ну, как картина настольная. И здесь гортензия. И Наташа любит такое все состаренное, винтажное. Смотрите, она сделала открытку своими руками. И тоже, как Валера сказала, это как будто ты гуляешь по берегу моря в мечтах. Видите, мечты. И здесь письмо написанное мне. Добрые душевные слова. И посмотрите, они тоже на такой состаренной бумаге. В общем, Наталья, огромное спасибо. Наташа моя подписчица. И если она захочет, она в комментариях к этой публикации напишет свои координаты. И, может быть, вам тоже такие работы кому-то захочется у себя иметь. Большое-большое спасибо. Я очень тронута. Это такие милые, теплые, душевные подарки, которые вот прям чувствуются от чистого сердца и созданные специально для меня. Большое спасибо, Наташа. Прямо мне очень приятно. Они обязательно, они уже нашли место в моем сердце и обязательно найдут место в моем доме. Финал этого выпуска снимаю вам через несколько дней. В тот день мы закончили с мужем очень поздно, что, собственно, для нас неудивительно, согласитесь. И потом на следующий день шел дождь, потом мы по дату уехали, но я подумала, оно и к лучшему. Подождала, ну, не знаю, наверное, дней 5-6 прошло. И как раз мы сейчас увидим, как выглядит наш новый цветник. Сегодня хороший солнечный день. Посмотрите, за это время зацвела Спире Литл Принцесс. Отцветет, я ее потом обрежу, сделаю из нее бордюр. Но в своем вот таком тоже бордюрном цветении она великолепно смотрится. И даже вот эти два кустика, которые я досадила в этом году, малышандрички такие тоже зацвели. Но к следующему году они все подтянутся и будет вот такой ровный подковый бордюр. Посаженные нами георгины начали уже распускаться. Видите, у них, когда я сажала, было по одному цветку, а сейчас уже практически на каждом по 3 цветочка распустилось. И все вместе это прекрасно смотрится. Компотик, ты согласен? Компотик только что поел, теперь сидит, вырезывает свои лапки. Ну а мы смотрим, что в итоге у нас получилось. Вот такой цветник. На следующий год это будет розарий. Кусты роз разрастутся. Вот видите, здесь большой куст, ему уже четвертый год. И с каждым годом он все больше и больше. Ну и я себе уже представляю, когда через несколько лет здесь будет вот 7 таких кустов. 6 нами посаженных, плюс этот. Розочки себя посаженные чувствуют, в общем-то, бодро. Вот у них, смотрите, какие хорошие блестящие зелененькие листики. Ну, побеги вот эти кривенькие, но я их специально не обрезаю. Пусть они вот так адаптируются. Здесь уже вот пошла, смотрите, видите, новая почка. В общем, постепенно приживаются наши розочки, все в порядке. Ну и в тот день, кроме этого цветника, мы же еще доделали все вот тут. Тоже. Вот смотрите, я еще повесила сюда вот такие китайские фонарики. Они тоже на солнечных батареях и ночью красиво светятся. И вот сюда поставила тоже фонарики на солнечных батареях. В таком японском стиле. Тоже очень удачные. Брала я их на озоне. В общем, здесь получился у нас рай ртодендонов и гортензий. Здесь в этом месте вышло 4 гортензии. Одна древовидная. Вот она, кстати, уже набирает бутоны. И три гортензии метельчатые. А, нет, вот еще же и крупнолистная одна. А, и вот, и черешковая. В общем, получилось у нас тут в итоге 6 гортензий, да еще разных видов. Вот, довольна я, что мы разобрали все-таки эту черепичную крышу. Крышу, не крышу. Кучу. А, и, кстати, вот хотела вам еще показать. Нашли мы вот такую сетку, у меня вязаная была. И я сделала из нее кашпо. У кого есть такие авоськи, вот вам тоже идея. Мне кажется, прикольно получилось. Это, кстати, мой муж придумал. Здесь у меня, кстати, зацветает лаванда, которая у меня первый раз в жизни перезимовала. И такой куст хороший прям вырастила в этом году. Ну, и вот эта зона с голубикой. Тоже мы здесь все закончили в тот раз. И, ну, в этот, который выпуск вы смотрите. И тоже все теперь такое тут чистенькое, ухоженное, аккуратненькое. В общем, очень я довольна, что у меня и этот цветник оказался расчищенным. Смотрите, какое серое небо. Сейчас у нас, видимо, опять будет дождь. На улице парит. Ну, я с вами хочу попрощаться в этом выпуске. Спасибо, что были с нами. Конечно, очень много сил требуется на уход за садом. И всегда лучше, когда ты это делаешь с помощником, да, согласитесь, с единомышленниками, такие как вы. Но это приносит такую радость и такое удовлетворение, что пусть лето у нас будет как можно дольше. Дождей будет в меру. Вредители обходят наши сады стороной. Все цветет и глухает на нашу радость. С вами была Таша Муляр. До новых встреч на канале. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»